За сосульки на крышах ответственны собственники квартир. Письмо с таким заявлением получили многие жители дома 32 по улице 8 марта. Как и во все Рязани, на карнизах и крышах у них появилась наледь. Избивать ее никто не планирует. Пришло первое письмо, короче, администрации советского округа, короче говоря, я туда, да, о правовом правонарушении, короче говоря, то, что тут у нас на крыше снег, на крыше, короче говоря, сосульки. В первом письме говорилось о том, что собственник обязан явиться для составления протокола об административном правонарушении по факту снежных и ледяных наростов на карнизе и крыше здания. Следом пришло второе письмо. В нем общение было куда жестче. К примеру, было сказано, что если женщина сама не явится, то тогда в соответствии с кодексом об административных правонарушениях она будет подвергнута приводу. Вместе с дочерью они попробовали обратиться в управляющую компанию ARS. От нее хотели получить договор, в котором и должны быть прописаны обязанности сторон. Вот только здесь их ждал сюрприз. По одному адресу у них находится только, так скажем, паспортный стол, то есть там никто не выдает справки. Также у них была вывеска с телефоном. При этом я звонила по телефону, который находился на этом же объявлении. Ответил мне мужчина, не представившись. Но получилось так, что он сказал, что я могу получить этот договор, ксерокопию вернее этого договора, на улице Горького 3. Мы попытались найти сегодня улицу Горького 3, мы ее так и не нашли. Алла добавила, что сейчас ни по одному номеру дозвониться нельзя. Даже мужчина, с которым она разговаривала, телефон отключил. Дозвониться до управляющей компании ARS попытались и мы им быть. Может быть, сейчас номера их доступны. Номер не существует. Попробуем на другой номер. За крышами и карнизами должны следить управляющие компании или ТСЖ. Уверены юристы. Именно с них спрос про сосульки налить, а никак не с жильцов. Те же кровли и фасады и козырьки, бетонные над балконами или над входом в квартирные дома, они являются общим имуществом на квартирного дома. Мы регулярно платим, как потребители, за содержание жилья. Плюс правительством утвержден минимальный перечень работы услуг, необходимый для содержания на квартирном доме. Куда в том числе входит уборка в зимний период именно от наледи, от сосулек, от снега. В том случае, если управляющая компания или ТСЖ свои обязанности не выполняет, то следует обращаться в суд. Правда, есть в таких ситуациях одно исключение. Другая сторона вопроса. Если кто-то сделал какие-то различные навесы, которые собирает соответствующий снег, и оттуда образуются сосульки, не предусмотренные проектом дома, без согласования с различными структурами, это тогда совсем другая ситуация. Следить за сосульками и наледью на крышах при такой погоде необходимо как никогда, говорят местные жители. Из-за потепления все это падает на тротуары. За минувшую неделю было зарегистрировано несколько случаев, когда глыбы льда падали на припаркованные машины и разбивали им лобовые стекла. В Касимове сосулька упала на человека. В настоящий момент ведется следствие. Следует отметить, что в случае серьезного травмирования или гибели человека, к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, а также руководители организаций и учреждений, независимо от форм собственности. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город».